С тремя избранными учениками Христос пошел на гору Фавор, или, как некоторые говорят, на гору Ермон, и преобразился перед ними. Что значит преобразился? В службе этого праздника, в словословии этого праздника, мы говорим о том, что мы почитаем плоти твои, я, преславное преображение. Пречистое плоти твои, я, преславное преображение. То есть преображается именно плоть. В этом смысле можно сказать, что праздник преображения – это праздник плоти. Праздник, который как бы показывает возможности плоти, пути плоти. Поэтому в сознании бытовом этот праздник так смешался с приношением начатков плодов и фруктов. Собственно, перед нами здесь вот этот вот начаток преображенной плоти. Христос, как всегда, проходит той дорогой, которой должны за ним последовать все. Он не поражает учеников божественным величием. Не в этом суть изображения, не в этом суть того, как бы, про сказа, который предлагает нам икона. Он поражает учеников, если угодно, немыслимым до того заданием. Потому что каждый из них должен, и он в этот момент понимает, что и призван, собственно, к точно такому же преображению, каковому призвана и вся плоть. Христос явился на землю для того, чтобы вся земля просияла вот этим вот белым светом Христовых одежд. Заметим, именно об одеждах сказано, что они стали белы, как снег. То есть сама материя, вот этот вот тканный материал, он тоже преображается. И вот, собственно, вот эти вот лучи, которые на всех иконах последовательно обращены к трем ученикам, которые пришли со Христом, это, собственно, лучи, которые, как бы, внедряют в их плоть, в их сознание, в их чувства, в их ощущения, в их личность. Вот эту вот идею следования по пути Христову, вот это вот следование за преображенной плотью, вот это вот задание преобразится самим точно так же. И вот мы видим здесь, что опять эти три исходящие луча, которые неизменно обращены к апостолам, сопровождавшим Христа. Но здесь мы видим, как бы, еще нечто. Во-первых, здесь икона предельно отчетливо говорит, каким образом и в свете чего преображается Христос. Потому что здесь мы не видим привычной мандорлы, да, вот этой миндалины, которая, как бы, составляет славу Христу. Здесь мы видим некие круги славы и золотое сияние, и, как бы, черный зрачок, и мы понимаем, что это глаз Отца. Христос преображается, как бы, в тот момент, когда на Него обращен глаз Отца, когда Его видит Отец, когда вот этот вот взгляд обращен всецело на человека и неотторгнутым, неоттолкнутым. Потому что, если мы вспомним, что первое происходит в раю после грехопадения, происходит вот это отсутствие зрительного контакта. Бог перестает видеть человека. Как там сказано, да, в книге Бытия, Бог ходит по раю, спрашивает Адам, где же ты? И, собственно, преображение, возвращение вот в это вот первозданное, небезгрешное, то есть состояние еще не поврежденной, еще не промахнувшейся плоти, еще не промахнувшегося мимо себя самого человека, это, оно прежде всего характеризуется вот этим вот восстановлением зрительного контакта с Отцом. То есть истинен человек, который во взгляде Отца. Опять мы видим вот эти вот лучи, обращенные к апостолам, которые как бы пытаются от них уклониться. Но мы видим еще нечто. Эти лучи по пути задевают другую плоть, да, плоть земли, вот эту вот материю мироздания. Они задевают и пронизывают мертвый камень, и мертвый камень немедленно откликается. Мертвый камень начинает прорастать живой растительностью. Горы как бы разверзаются на некоторых иконах, это особенно отчетливо и очевидно. И они становятся как бы раскрытием для нового и живого. То, что было мертвым, каменным, неподвижным, становится основанием, в котором, оказывается, в который впивается корень этого растения, взмывающего вдруг к небесам из мертвой почвы. Как бы, взмывающего к небесам, как бы, из той почвы, которая не могла в себе даже нести никакого семени. И тем не менее, как оказалось, была беременна вот этим вот семенем, была беременна вот этим вот растением. То есть, как бы, ждала и жаждала преображения. А здесь мы видим опять-таки вот эти вот, так же как здесь, уступы и ступени, да, и это еще и всегда в лаконе, помимо всего прочего, знак восхождения к небесам. И мы видим опять вот эти вот из ниоткуда появившиеся под лучами Господними, да, растения на мертвой скале. Но мы здесь видим еще нечто. Здесь, как бы, глаз превращается одновременно в некий портал, как бы, разверзается вокруг Господа совершенно иное пространство. Как бы, Христос оказывается совсем другой мерности. Он, как бы, оказывается одновременно и здесь, и там. Что подчеркивается и вот этими его двумя другими собеседниками, да, теми, которые являются один из них, Илья, тот, кто не узнал смерти, и Моисей, тот, кто давно умер, да, так и не вошедший в святую землю. Вот, они, как бы, приходят из других измерений, из других миров, и здесь Христос становится точкой соединения одновременно нашего мира и того мира, тех миров, которые от нас скрыты. То есть вот эта точка преображенного человека, это точка человека иной мерности, человека открытого в те пространства, которые абсолютно недоступны для человека в его нынешнем состоянии, в его нынешнем способе бытия. И вот здесь вот это вот очень хорошо видно, да, вот этот вот как бы развершиеся, развершиеся, расторгнутое вот это трехмерное пространство, да, которое вышло в гораздо более, большее количество измерений, в гораздо более свободное, в гораздо более многоприсутственное бытие. И вот опять мы видим здесь, как соединяется вот этот вот глаз, вот этот вот, причем буквально зрачок глаза Господня, да, вот этот вот многопространственный портал множества измерений, да, и вот это вот огненно, вот эти вот огненные лучи, которые направлены на изменение всего, что как бы оказалось в присутствии вот этого начатка, да, то есть как бы вот этот вот хвост, который влекает за собой все бытие планеты, всю плоть планеты, всю материю планеты, всю плоть, всю плоть людей, как бы одновременно ударяя в них для того, чтобы преображение началось, да, и одновременно собирая их всех вот в этой вот единой точке преображенной плоти. То есть Христос как бы, как всегда, начало и конец, начаток преображения и образец завершения этого преображения. И вот, пожалуй, еще несколько слов нужно сказать о том, о чем икона не говорит, зато говорит картина, да. Преображение Рафаэля мы видим, что она структурирована так же, как структурированы все синаптические Евангелия, повествующие о преображении. То есть на горе происходит вот это вот преображение Господня, выход человека в другое состояние, вот в это первозданное состояние, да, в иную мерность, в иную степень консолидации, собранности всех частей, да, что ли, земной жизни, потому что ведь белый свет – это свет, который собирает в себе спектр, то есть это свет вот этого соединения, последнего единства бытия. А здесь внизу оставшиеся ученики не могут излечить, исцелить больного бесноватого мальчика, который упал и беснуется, да, и бьет его, одержащий его дух. И по сути мальчик – это образ всего этого страдающего бытия, всего того бытия, которое призывается вот этим вот преображением Христовым и не может, и не может за ним последовать. Это в соответствии с евангельским рассказом. Пришедший Христос, вернувшийся, исцелил мальчика, а не у кого из апостолов это не получилось. Но Рафаэль рисует нам нечто другое, потому что мальчик, помимо всего прочего, вот в этой вот ритмике разнонаправленных жестов он один соединяет то, что происходит здесь, и то, что происходит здесь, вверх и низ картины. Его поза – это, собственно, поза буквы Алиф, той буквы, которая и означает соединение земли и неба, соединение разных уровней мироздания. Оказывается, именно он не наиболее болен, а наиболее, что ли, чувствителен к собственной болезни. Он, в отличие от всех других здесь присутствующих, не привык к вот этому искажению при чистой на самом деле плоти. Он постоянно, как бы его болезнь – это его постоянное ощущение того, что он не в норме, он ненормален, что он призван к чему-то совершенно другому. И к чему он призван, собственно, нам показывается в этой вот самой верхней части картины. То есть это та плоть, которая отказывается считать свое здешнее падшее состояние нормой, и поэтому взывает к исцелению и взывает к преображению. Собственно, он, видимо, наиболее из всех здесь присутствующих адекватен тому, что происходит здесь, потому что все остальные привыкли к своей непреображенной плоти, привыкли к тому, что то, что с ними сейчас – это и есть их нормальное, привычное состояние, хорошее, которое как бы не обязательно менять. А вот этот вот ребенок, как, в общем, наверное, любой ребенок, ощущает свое несоответствие тем рамкам, в которые пытается его втиснуть здесь и здешнее бытие. Поэтому, наверное, наиболее, он именно наиболее чувствителен и наиболее готов к тому, чтобы начать, последовать за тем преображением, которое начало Христом на горе. Все.